У Жегородцев уже какие-то изменения мы видим, то тут стартовая пятерка по-прежнему за 6,5 минут на площадке у Лабораля. Ну и, собственно, пока и результат он отдает еще игроки. Все-таки другие игроки в большей степени на виду, привыкли мы, что Рочисти сам себе ситуацию создает, сам их реализует. И в подыгрыше хорош, и здорово, особенно не взаимодействуя с Артемом Параховским. Ну, сейчас Параховского-то на площадке нет, вместо него Ивлев на позиции центрового. Ну, так или иначе, вот пикин-роллы, которые играют Рочи, на действие. Опкинс выловил эту передачу под кольцом, сделать это было в гуще игроков непросто. Если травма восстановился, может быть, большие нагрузки пока еще для него проблемы являются. Посмотрим, так оно или нет. В данном случае Гай Микель прекрасно берет. И снайперов в испанском клубе достаточно. И перед игрой именно на этот фактор, вроде бы, обращал внимание Айнерс Богацкий. Вот в своих словах на официальном сайте Евролиги, что там есть 3-4 игрока. Вот сразу двух разыгрывающих игроков испанский клуб в декабре поменял. Ну, то есть, по сути, ближе к середине сезона. И одновременно с Дариусом Адамсом, он из французского. Нансислини штрафных. Джеймс, 32-30. И возможность уже нижегородцев вновь счет сравнять. Бабурин в проход набрасывает на Томкинса. Айнерсон решил не фалить, а Томкинс легитимного здесь не углядели. Рочести. Бабурин, здорово. Нет, это Галь Микель был, прошу прощения. Восьмой номер. Не сумел мяч в корзину отправить. Микель. Средний бросок. Мягко так. Выполнен точно. И там перехвата не было. Ну, какие-то странные решения начинают испанцы. Поспешный даже в атаке. Адамс, видимо, уверовал, что действительно у него все сейчас получается. 31 очко в матче против ЦСКА. Прекрасный первый четверть. Восемь очков здесь. Ну, а после этого в основном промахи Евгений Бабурин. Трехочковое попадание. Ну, вот последний мяч в первой половине за ним. И какая хорошая игра в преимущество его команды. Микель. Хороший мяч забивает технично. Обыграл, подвесил все это в динамике. Остюбегич и 10 у Адамса. То есть четыре игрока имеют двузначные показатели. При этом 13 максимальное число. Артем Параховский появился на площадке. И очень важный мяч забивает. Во-первых, сразу, да, как только 10 минут и началась результативная атака. У хозяев удается. Забивает основной центровой еще на линию штрафных. Стопать шаг вперед не сделал. Попроще было бы мячом этим завладеть. Уж больно он так о броске думал. В итоге два мяча не потерял. Но остался он у хозяев. Микель не попадает в первые попытки. Но получает второй бонусный такой шанс. И уже его реализует достаточно уверенно. События всего-то сыграно две с небольшим минуты в четвертой четверти. А уже счет 6-6. То есть достаточно результативно играют команды. Вроде бы подтянулись нижегородцы соперники. Разрыв восстановили. Трей Томкинс вышел у Нижнего Новгорода. И очень своевременно трехочковые попадания. Трехочковых попаданий. Прекрасная для выездного матча особенная ситуация. Микель. Рочести. Вот от него бы дальнего броска нам дождаться. Пока Микель атакует. Важны попадания. И не важно кто их исполняет. Галь Микель вновь сокращает разрыв до 6 очков. Когда партнер уже с мячом был в воздухе. В итоге потеря у испанцев. Рочести. Микель. Эх, жалко не попал. Можно было и 4 очка заработать. Но зато 3 штрафные будет пробивать. Израильтянин. Татьиносю тоже. 16 очков после этих попаданий. 18 даже у Микеля. Он догнал трое Томкинса. Но главное, чтобы догнала его команда соперника. Микель. Хороший у него дебют получается перед Нижегородской публикой. Ну а это попадание Евгения Бабурина вплотную приближает его команду к сопернику 75-70. Игроки Нижнего Новгорода. Успевает Параховский скинуть Микелюст. Тем самым... Так, по сути, не уловил. Какая была ошибка. Это не важно. Никто не спорил. Самое главное, что эта ошибка уже итог к этому матчу продвела. 89-85. Нижний Новгород одерживает важнейшую победу.